Кем только не мечтал стать в детские годы, каждый из нас, и непременно хотелось совершить что-нибудь героическое, возможно, прославиться и даже получить благодарность. Но главное, всегда хотелось помочь людям. Если не спасти все человечество, то, по крайней мере, протянуть руку помощи одному человеку. Есть профессия, суть которой – спасать и помогать. По первому требованию, днем и ночью, по будням и в выходные. Не бояться идти на риск и, наверное, очень любить людей. «Выжить самим и спасти других» – девиз профессии спасателей. Им руководствуются многие поколения, в том числе и те, кто шагал дорогами Великой Отечественной войны и после победы боролся с огненными следами. Ветераны пожарной службы и они же ветераны Великой Отечественной войны. Их жизненный опыт сегодня имеет особенную цену. Их имена, их судьбы – это наша история. Отправляемся на поиски добрых людей. Каждый музей – это история. А музейный экспонат – это открытие, которое дает нам новое знание. Причем знание не в готовом виде. И любой предмет, любая фотография может стать поводом для настоящего исследования. С того момента, когда был создан музей истории пожарной службы, мы вели кропотливую работу по поиску предметов, экспонатов. Попадались документы, попадались фотографии. Ну и, конечно, все это велось согласно периодизации, потому что в нашем музее несколько периодов. И самый, наверное, интересный, уникальный период – это был период Великой Отечественной войны. Документы горели, фотографии уничтожались. Такое было время. И те крупицы, которые находятся, – это большой кладезь, большой кладезь дальнейшей информации. К нам попала фотография. Попала она очень интересным образом в Музее истории пожарной службы. Когда здесь велась стройка, ремонт. На этой стройке и ремонте работал человек. Его звали Михаил Утятников. И вот когда-то в один раз он подошел ко мне и спросил, «Не нужна ли вам фотография фронтовых лет? А на этой фотографии мой отец». Началась активная поисковая работа в архивах Беларуси. Были проработаны архивы МВД и УВД, где нашлось очень много документов. Один из документов был посвящен образованию пожарной охраны города Гродно в сентябре 1944 года. Там рассказывалось о том, как должна быть налажена пожарная охрана нашего города, что количественный состав этой пожарной охраны должен быть 155 человек, как должна быть оснащена пожарная башня и так далее и тому подобное. Этот документ был адресован Утятникову, товарищу Утятникову. Появилась фамилия, потом несколько раз опять-таки прошли документы, где уже была расшифровка, кем являлся этот человек. Он являлся первым начальником пожарной охраны города 1944 года. С небольшим отрядом Андрей Утятников зашел в наш город. Когда на его территории еще велись военные действия. Активная борьба с пожарами продолжалась и после освобождения Гродно. За плечами Утятникова была Ленинградская пожарно-техническая школа и огромный опыт. Поэтому после создания в городе отдела пожарной охраны УНКВД Гродненской области ему предложили офицерскую должность пожарного инспектора. Он рано ушел из жизни. Но в воспоминаниях его детей остался яркий образ отца. Папа был у нас, во-первых, очень добрый, очень любил детей. И все время, в свободное время, он всегда с нами возился. У него была такая привычка. Утром он был рыболовом. И у него была такая привычка. Утром встанет раненько и бежит на нем. Посмотрит, как там это шуга, не шуга, идет, не идет. И он сам вязал саки. И утречком до работы он берет этот сак, берет меня, Вовку, старшего брата. И мы идем туда, он этот сак закидывает, рыбки на берег выбросит. И я с Вовкой выбираю покрупнее, а мелочь опять бросали туда. И уже придем домой. Мама там уже нажарит, а папа идет на работу. Ну, что-то, как я отца, ну, не помню, но по рассказам, по играм. Ну, помню я сундук. И в сундуке лежали медали отца. Вот я помню, хотелал и на улице. Папа, он всю жизнь мечтал вернуться на родину, на Урал. И у него любимый писатель был Бажов. Ну, может, и еще какой-то был писатель. Ну, вот сказки «Малахитовая шкатулка». И он, знаете, вот он, ну, я еще маленькая была, поэтому у нас печка была. И вот когда печка почти протопится, как камин откроют, на пол одеяло положат, он на пол сядет, я сяду к нему, и он читает сказки Бажова. И вот у меня до сих пор остался его голос, потому что он немножечко окол. Вот он говорил, например, золотая рыбка, золотая. Эта пожелтевшая от времени фотография первой послевоенной пожарной команды нашего города из семейного альбома Утятниковых сегодня хранится в фондах Музея истории пожарной службы. Именно с этой фотографии начался поиск ветеранов-фронтовиков и ветеранов пожарной охраны. За короткое время, уже к сентябрю, был полностью осуществлен набор, в нашем городе функционировало две пожарные команды. Одна из них, конечно же, по традиции, под номером один, располагалась в этом старейшем пожарном депо нашего города, на Замковой, 19. И, конечно, люди те, которые у нас пожарной охраной руководили на тот момент, это уникальные люди. В архивных документах скупые только факты, но даже если посмотреть на эти личные дела, они говорят о многом. Андрей Денисенко на фронт уходил из Гродно. Воевал, был ранен, принимал активное участие в организации партизанских отрядов. После освобождения Гродно был назначен начальником городского отдела пожарной охраны. Его преемником стал Иван Молчанов, фронтовик, имеющий в арсенале медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Медалью «За победу над Германией» был награжден еще один начальник городской пожарной охраны – Петр Никифоров. На центральной площади городка Щучин Гродненской области стоит башня с часами. Она была построена в начале XX века, потом разрушена и вновь восстановлена. Местные жители верят, что во все времена эта башня оберегала город от пожаров, голода и мора. Подобные сооружения встретишь не очень часто, но во многих местечках создавались пожарные отряды, которые своими силами боролись с огненной стихией. В фондах музея истории пожарной службы хранятся послевоенные фотографии, собранные по всей Гродненской области. Сегодня их уже десятки. На каждое лицо тех, которые избрали нелегкую службу, ведь спасать других, рискуя собственной жизнью, удел смелых, решительных и очень мужественных людей. Пожарным неоднократно приходилось сражаться с отголосками войны. В 1945 году происходит очень крупный пожар в мостах. Пожар произошел в деревне Песке, мостовского района, так как в некоторых домах этой деревни находились патроны и снаряды. И вот когда начался пожар в одном из именно таких домов, все начало взрываться. Подступиться к домам было невозможно, хотя и пожарная команда работала очень технично, помогали жители этой деревеньки, но практически она сгорела чуть ли не до тла. Подобных историй пожаров вспомнят немало в каждом местечке. А в этих живописных краях, местечке Желудок, Щучинского района, произошла трагедия, которая унесла жизни самих огнеборцев. В межвоенный период здесь существовала добровольная пожарная дружина. Когда уже велось наступление, в городе не было никакой власти, пожарная команда взяла, добровольная пожарная вот эта дружина, взяла на себя функции охраны этого местечка от пожаров, ну и вообще наведения порядка, потому что время-то было смутное. Немцы, когда вошли в местечко, они предложили этой команде сотрудничать с ними, но команда категорически отказалась. Именно этот момент отказа пожарной команды сотрудничать был притечи того, что все жители местечка вместе с пожарной командой были расстреляны. Сегодня в Желудке живет ветеран Сметьюх Иосиф Иосифович. На его груди, рядом с орденами и медалями Великой Отечественной войны, находятся медали юбилейных дат пожарной охраны Беларуси. С каждым годом медали становятся все больше. Это возможность сказать ветерану спасибо за его труд и вклад в развитие пожарной охраны Гроднищины. Мы очень благодарны нашим ветеранам, ветеранам пожарной службы, ветеранам Великой Отечественной войны, за тот мир, который они нам подарили, за то чистое небо, под которым мы живем. На войну из этих мест пошло сразу 10 ребят. Иосиф Иосифович – один из них. Держались вместе. Закончили автошколу под Белостоком и всю войну провели за рулем боевых машин. Перевозили документы штабные, снаряды на фронт, на время зачищения. И в конце концов у нас посадили на штудебекера американские машины. Мы сняли борта с них, и, значит, нас мы возили бензин и солярку для танков, стояли в лесах, все время на шью заправлялись, а днем отдыхали. Дорогами войны добрался Иосиф Иосифович до Берлина, где в 15 километрах от большого города встретил победу. Вернулся на родину, началась мирная жизнь, и он снова сел за руль, на этот раз пожарной машины. Тогда еще было у нас полуторка, то есть ГАЗ-2АА машина. Вот. Я потом ЗИС-5, потом Шевролет французский, потом его мотопомпа. Нет, сперва был этот, ручной, ручной рассос, кашать, вот. Потом мотопомпа, ну и так, аж до ГАЗ-53. Последняя была машина наша, и работа аж до 50, до 86 года. В зелье проживают три ветерана Великой Отечественной войны и пожарные службы. Сегодня одному из них, Лойко Василию Николаевичу, сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям чинили крышу, привезли свои материалы и инструменты, делали, как говорится, на совесть. Ежегодно мы, можно сказать, на постоянном контроле постоянно встречаемся с ветеранами, всегда изучаем их потребность, состояние здоровья и по возможности, значит, оказываем помощь. Значит, одним из пожеланий Василия Николаевича было оказать помощь в ремонте дома. Соответственно, данное пожелание мы не оставили без внимания, изготовили ветровые доски, значит, и сегодня их устанавливаем. Ну и, соответственно, к празднованию 9 мая тоже без внимания не оставим, посетим, посидим, поговорим, все вопросы обсудим, не забудем наших людей. Темы для разговоров находятся всегда. Ветерану и сегодня интересно, как устроена современная пожарная машина. Он спрашивает, сравнивает и вспоминает. А вспоминать есть о чем. Позади боевое прошлое и постоянный риск в мирные дни. Василий Николаевич, участник берлинской операции, и последние дни перед победой наиболее глубоко врезались в его память. 16 апреля уже подготовили, уже вечером подъехали. Прожектора на машинах G5. Прожектор такой, на весь кузов нас предупредили, чтобы не глядели назад, понимаете? Потому что, как бы ослеплять немцев, понимаете? Вот, и в 4 часа началась арт-бантовка. Так что, я разговор вызываю, а там не можно было... гудела, держа в воздух, а там впереди огонь, а там стараются, ну, орудия, минометы, а там же взрывы, тоже огонь, понимаете? Вот что. Сегодня мы стали свидетелями встречи двух фронтовиков, ветеранов пожарной службы. Они шли разными дорогами войны, а в мирное время им довелось вместе создавать пожарную охрану в родных краях. С каждым годом они встречаются все реже. Тяжело передвигаться, дают знать о себе возраст. Они охотно вспоминают о прошлом. Говорят о нелегких годах службы в пожарной охране. Машина полуторка, в кабину не залезешь, в сорвенную ты уже сядешь, и даже на пожар, где-то намокнешь, сядешь, даже тепло, хорошо, а там наверху надо приваренная труба, на эту рамку руку за эту, и сидишь, а зимой мороз, где-то высидишь, 35 лет проработал там шофером. Ну, было всякое было, конечно, потом же и штат меньше стал, дошло до восьми. И вот мы с Лойском заселем в Берсии дежурили, и он был начальник караула, а я шофер. Потом, короче, ты скажи, что оставили два человека только. Да, два человека в карауле. Было по пять, по семь? Да, осталось два человека. А это два только оставили человека. Тяжело было, еще время было такое, что дома-то были больше соломенные, крыши, пожаров хватало, было, а связь была плохая. А бандитов сколько? А было и бандитов. Местечко-мир Карелического района, точка на карте нашей страны заметная. Каждый год сюда приезжает все больше людей, которым интересна белорусская история. Местных жителей в мире немного, меньше трех тысяч. И наверняка многие из них знают ветерана Бачко Павла Иосифовича. Не забывают его и коллеги. Это, конечно, безусловный лидер, безусловный авторитет как для личного состава, так и вообще для руководства Мирского сельского совета и районного исполнительного комитета. Павел Иосифович создал такую структуру, о нем до сих пор вспоминают, как в районном отделе, так и в нашем пожарно-варенно-спасательном подразделении в городском поселке Мир. Это человек, у которого была железная дисциплина, это человек, который набрал дружный коллектив поколений с поколения, которых уже работают даже не внуки, а уже работают правнуки. Павел Иосифович заслуженный лесник, известный охотник и знаменитый на всю округу садовод. Кстати, многие фруктовые сады в мире посажены его руками, либо с его помощью. Военные тяготы Павлу Иосифовичу довелось пережить в подростковом возрасте. Рискуя жизнь, он вместе с родителями и своими приятелями оказывал содействие фронту, налаживая связи с партизанами. После разоблачения, чудом уцелев, они все попали в партизанский отряд, который был в составе центральной разведки. Дали нам повозку, лошадь, и мы ехали в столбцы или в городе, и тут, где железная дорога, и контролировали, записывали, в какое время проходили поезда. И с каким, как говорится, вот этим, с набором оружия, или там танки, или пушки, или что там, все мы это, вот как только на рассвете мы уже там, и вот такими данными мы уже владели. Много разных профессий освоил Павел Иосифович за свою жизнь. Только в 50 лет он возглавил пожарную команду в мире и за очень короткий срок. Во многом, благодаря строгой дисциплине, она стала одной из лучших не только в районе, но и в области. Я добился вот чего, потому что считалось, как меньше пожаров, хорошая, значит, и начальник части. Вот что. И была, в общем, такая у нас средняя, средняя была по семь, семь пожаров за год, а я довел до трех. Вот что. И это была уже хвала, это была уже почет. Заинтересованные и безразличные, горящие и равнодушные. Разные люди приходят в музей. И во время каждой экскурсии им открываются новые страницы истории пожарной службы. Реставрировать всю историю достаточно важную и значимую пожарных фронтовиков невозможно за пять лет. Естественно, ведется поисковая работа. Она не прекращается ни на один день. Каждый рабочий день приносит нам какие-то, если мы направлены, нацеленные на это, открытия каких-то фактов. Фотографию первой послевоенной пожарной команды города Гродно узнал один из ветеранов, подсказал фамилии пожарных. А значит, еще меньше стало белых пятен в истории судеб тех фронтовиков, которые после войны закладывали основу профессиональной пожарной службы Гроднищины. Субтитры создавал DimaTorzok